Виталий Калибин и Виктор Носков завершают уже четвертую снежную композицию. Осталось дополнить их деталями. Уже неделю они украшают территорию храма. Эскизы придумали сами. Здесь и пасхальное яйцо, и ангел с музыкальной трубой. Особое место занимает скульптура-памятник, посвященная погибшим горнякам на руднике «Мир». Основная идея – часовинка по центру карьера. Карьер у нас отображен первыми с двух сторон и уходит вглубь. В центре горит огонь в виде шара. То есть вся теплота, вера, она осталась там. Пила, шпатель, отвес и вода – вот основные инструменты скульпторов. Заготовки для работы они сделали заранее. Осталось лишь придать форму утрамбованному снегу. Всего таких композиций будет шесть. Основная, наверное, цель, основная идея, которую преследовали – это соорганизация людей и проявление их каких-то таких творческих идей и творческих способностей. Ну и, конечно же, повторюсь, украшение нашего Свято-Троицкого храма. Инициатором конкурса снежных скульптур стала матушка Ольга. Ее идею поддержали прихожане. Вы знаете, мы сюда ходим спасаться. Мы приходим в храм спасаться. А это вот то, чем мы занимаемся – это наше спасение. Первыми работу мастеров оценили учащиеся православной гимназии. Благо, учебное заведение находится на территории храма. Проходя мимо этих фигур в школу, я замечаю, как каждый день строятся новые фигуры. И вот примерно вчера я заметила, как построилась новая фигура карета. Это очень хороший пример для нас всех. И, на мой взгляд, если бы каждый человек сделал хоть что-нибудь доброе, хоть и маленькое, то наш мир бы стал намного лучше, чище и красивее. Работы местных скульпторов будет оценивать специальная жюри. Лучше предоставится возможность лепить фигурки ангелов. Ими украсят рождественский вертеп уже в следующем году. Ивана Филиппова, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».